МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гулять хорош на улице? Да. Вокруг больницы. Да? Вокруг больницы? Да. А почему ты в детский дом не возвращаешься? Потому что мне сказали, что не надо больше. Не надо больше? Там плохо. Там плохо? Сама поехать не мог гулять, потому что везде бордюры, нет никаких приспособлений, для коляски вообще. Ни на лестнице, ни в домах, нигде нет. А что же делать? Не знаю, что делать. Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость. Плохое воспитание – это наше будущее горе. Это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. Антон Макаренко. Владец, ты задавишь сейчас. Дима, не на, Дима. Ломки на коляске. Сейчас сядь. Он показывает, что что надо. Да? Спасибо. Как-то один иностранный журналист цинично заметил, что Россия – это одна шестая часть суши, со всех сторон окруженная цивилизацией. Обидно? Страшно. Но только ему, человеку, живущему в обществе победившего капитализма, никогда не понять Россию до конца. У нас происходят вещи, просто непостижимые для западного менталитета. Может ли произойти, например, где-нибудь в США история, когда родители привозят ребенка на лечение в больницу, а потом забывают о нем, и он живет там 10 лет? Абсурд. В условиях западной страховой медицины такая ситуация просто невозможна. У нас же возможно все. Сыны полка живут практически в каждой российской больнице. Врачи уже настолько привыкли к такому порядку вещей, что не считают его форс-мажорным. Да, таких детей немного. В российской детской клинической больнице их около десятка. Подумаешь, казалось бы, в масштабах страны крохи. Но мы только тогда сольемся с цивилизацией, когда будем думать о каждом российском ребенке. О каждом. Вот такое явление, как брошенные и забытые в семье в больнице дети. Когда вы впервые столкнулись с такой ситуацией? Впервые? Да. Когда начал работать. Это было в 1974 году. То есть нельзя сказать, что это явление времени? Нет, я бы не сказал. Судя по нашей работе, вряд ли. Сейчас таких детей больше, меньше? Может быть, стало несколько больше, но может быть, еще это объясняется тем, что раньше я работал в московской больнице, которая лечила москвичей, а сейчас в республиканской больнице мы обслуживаем всю Россию. Это было всегда. Всегда в каждой больнице, в каждом отделении, особенно в хирургическом, за последние 30 лет, насколько я знаю, всегда существовали дети, длительно находящиеся в больнице, и так называемые сыны полка. Потом как складывалось? А потом, как их жизнь складывалась, кто-то умирал, кого-то усыновляли, кто-то вырастал и уходил. Но в основном дети вылечивались, когда их устраивали в детский дом. То есть детский дом – это лучший вариант для этих детей? Получается так? Ну, конечно, для каждого ребенка лучший вариант – находиться в семье. На сегодняшний день какое число больных в вашей больнице детей? Таких вот долгожителей? В нашей больнице, в общем, ежегодно. Это 8, 10, 12 детей. В принципе, процент, конечно, небольшой. Не более. Да, это, в общем-то, небольшой, но это больницы. Во-первых, они занимают, понимаете, 10 больных – это 365 дней в году. И койко это занято. Мы иногда при перегруженности отделения ограничиваем госпитализацию, потому что ребенок этот находится в больнице, мы его не можем никуда отдать. Вот, там, получает он, или есть какой-то период, что он не получает, он просто никакую медицинскую помощь, он просто как житель отделения. Это Сережа Гугузин. В этом году ему исполнится 13 лет. Хотя на вид вряд ли дашь ему больше 7. Ну, кому в голову взбредет выдать ему на будущий год российский общегражданский паспорт? Да и где его выдавать? В отделении милиции близ больницы? А в графе «Место жительства» написать «Москва», «Ленинский», 117, «Таракальное отделение», «Палата номер 1», «Койко напротив двери»? Никто из врачей уже и не помнит точно, когда Сережа попал в больницу. Здесь он живет больше 10 лет. Его привезли по направлению еще совсем крохой, с заболеванием пищевого тракта. После операции с ним произошел несчастный случай, о котором врачи говорят «один на миллион». В результате одной из процедур мальчишка стал инвалидом. Он не мог есть самостоятельно, и пища поступала прямо в желудок, через специальную трубку гастростому. Лечили его долго. К тому времени родители вообще забыли, что есть у них сын, и он болен, и нуждается в любви, заботе и тепле. Родителей ему заменили врачи, сестры и санитары. А каким образом чисто технически возможно нахождение ребенка 10 лет в больнице? Ну, технически, в общем-то, маленькая хитрость, в общем. Хитрость какая? Это мы ребенка выписываем. По окончании года, допустим, вот 1 января, допустим, вот 89-го года, он поступил, как бы, к нам. Потом, значит, в конце декабря текущего года мы его выписываем на 2 часа. Ну, а потом вновь госпитализируем, то есть меняем номер истории болезни, тем самым, как бы, убеждая себя и окружающих, да, и статистику, что этот ребенок выписан был. Ну, а через 2 часа, пока будет у него ухудшение, ребенок опять вновь поступает, заводим вновь историю болезни, и продолжаем его лечить. Ну, можно сказать, что вы совершаете должностное преступление? Да, конечно, безусловно. Должностное – это раз, а во-вторых, и... Ну, оно, наверное, оправдано. В каком плане? В плане того, что если ребенок-то, в общем-то, без родителей, то выписать его невозможно, раз. Во-вторых... А у него не было родителей? Родители вначале были, да, а потом родители, в общем-то, отказались, и больше никогда они здесь не появлялись. Если ребенок с родителями, то он уходит из больницы, на которое на какое-то время, потом возвращается, а эти дети куда они денутся? Допустим, на полгода, там, на месяц куда они денутся? Они остаются в больнице, их любят здесь, о них заботятся, покупают им вещи, покупают игрушки, как-то стараются приласкивать. На какие деньги? На свои. То есть? Ну, так, ну, на свои деньги, конечно. Ну, мы, свои деньги. Врачи? Ну, конечно. На зарплату? Сестры, да, сестры длительное время ухаживали за Гугузиным, брали его домой, водили в театр, хотя, в общем, нельзя, конечно, водить в театр из больницы, но брали его с собой, одевали его, покупали ему очень хорошие вещи, да, наши сестры. Гулять ходишь на улицу? Да. Куда? Вокруг больницы. А? Вокруг больницы? Да. А ты куда-нибудь ездил? Да. В Москве, где ты был? Ты был на Красной площади? Да. Да? А кто тебя туда возил? Да. А? Тетя. Тетя? А что тебе понравилось больше всего? Ничего. Ничего не понравилось? Не понравилось Красной площади? А почему? Там некрасиво? А где красиво? А где красиво? На тумбочке, возле кровати Сережи Гугузина лежит календарь. Откуда он у него? Наверное, кто-то ему подарил. Только зачем? Зачем Гугузину календарь? Ведь ему все равно, 5 или сегодня сентября, 3 марта или 28 июня. Для него все дни похожи друг на друга. Они тянутся несметной чередой, без выходных и праздников. Он ходит в школу при больнице, ему помогает церковь. А еще в его жизни появились люди, которые захотели его усыновить. Врачи РДКБ сами ездили к его родителям оформить документы об отказе. А может, он считает дни, когда его заберут из больницы, и больше он не будет тихонечко прохаживаться своей забавной походкой по длинным больничным коридорам. Когда же наступит этот день? Приемных родителей в стране не находится, которые бы забирали детей инвалидов. Понимаете, таких это находятся единицы. Гугузина забрала одна мама всего. Нашлась после стольких лет. Женщина, я считаю, что это подвиг, в общем-то, человеческий, когда человек лично решил взять в семью, и при наличии детей, какого-то ребенка. Тем более, когда человек берет больного ребенка, больного хроника, с которым ей придется возиться в наших условиях. И это колоссальные материальные затраты, и физические для его реабилитации, лечения. За это время нахождения у нас в отделении он окончил, не окончил бы он так говорить, а изучал, а прошел курс первого-второго класса. Но в плане того, что, как он дальше будет учиться, трудно сказать. Но если они его заберут, допустим, эти люди, которые, в общем-то, собираются взять его в свою семью, то, наверное, надо будет экстерном кончать эти 4 года или 3 года, вот. Ну, на дому, наверное, скорее всего. А уже потом как-то адаптировать его в школу, потому что для школы, он, конечно, ребенок, ему, вернее, в школе будет, наверное, тяжело. Российская детская клиническая больница – самая большая детская больница страны. В лучшие времена, конца 80-х, ее патронировала Раиса Максимовна Горбачева, которую здесь поминают добрым словом. Закупалось оборудование, лекарства, матрасы, белье для детей. Сейчас клиника переживает те же трудности, что и все госбюджетные организации. Зарплата врача, кандидата наук – 450 рублей новыми. Какие-то гроши за дежурство – вот и все. Они не ропщат, они уже привыкли так жить. Хотя никогда за всю историю государства российского врач не находился в таком унизительном, нищенском положении. И эти же врачи умудряются покупать одежду, заменять родителей, отогревать этих брошенных детей. К вопросу о детях. Кое-какое место в РДКБ обходится государству в 700 рублей в сутки. Опять же, новыми. А вот международное усыновление. Я знаю, что у вас в отделении был ребенок, усыновленный снижение штата. Да, у нас был ребенок. Это девочка, двух с половиной лет, с тяжелым пороком развития прямой и толстой кишки, которая прошла через множественные операции по этому поводу. Результаты мы получили вполне приличный, хороший и функциональный, анатомический. И с такого ребенка удалось пристроить в американскую семью. Но это, опять же, естественно, исходило не от нас, а появилась семья из Америки, которая хотела иметь такого ребенка. Кстати, родители знают о пороках развития. Ну, естественно. То, что этот ребенок нездоровый, но тем не менее люди откликаются и желают иметь, воспитывать такого ребенка. Как себя чувствуешь? Нормально. Нормально? Да. Больно? Да. Он из подмосковного детского дома. Его к нам привезли в возрасте шести месяцев. Ну, и потом периодически звонили. Там была очень тяжелая патология, сочетанная и конечности, и брюшной полости, и расщелина губы, и неба, и прочее, прочее, прочее. Много было проблем. Сколько он у вас прожил? У нас прожил 6 лет. Он стал у нас ходить, потому что в той ситуации, что у него было в начале, ходьба была просто невозможной. Он был обречен на пожизненное, если бы им не заниматься, пребывание в постели, в лучшем случае в коляске. Вот он у нас стал говорить, стал читать. Кроме того, что мы научили его ходить, это возможность ходить. Кто с ним занимался? Все практически. Сестры-врачи? Сестры-врачи. У нас воспитатели есть в отделении. Она учила его ходить, очень интересно. Нашла по коридору, а он сзади брал руками ее за халат. И вот так вот они вместе гуляли. Как сложилась его судьба? Ну, я считаю, что его судьба как раз сложилась очень даже неплохо. Его усыновил массажист, работник нашей больницы с женой. Вот. И сейчас Олежка уже во втором классе. Нормальной школы учится, и учится неплохо. Юля Бессонова. В детстве она упала из окна. В результате травмы девочка оказалась в инвалидной коляске. Они с мамой приехали из Казахстана. Так и живут вдвоем в больнице, не имея социальных перспектив ни в Казахстане, ни в России. Евелина Матвеева уже три года лечится в московских клиниках после тяжелейшего огнестрельного ранения, полученного еще в начале чеченской военной кампании. Их дома в Грозном больше нет. Куда им с мамой возвращаться, неизвестно. Юлия и Евелина живут в соседних палатах. Я хочу пойти учиться в институт. В институт на экономический факультет. Вот. Есть такая проблема, потому что я не могу найти такой институт, который был бы приспособлен для колясок. Есть такие институты, где общежития рядом с университетом, и там в университете есть лифты, и общежития с лифтой, но это очень дорого. Это практически все экономические институты. У тебя есть братья и сестры? Брат и сестры. А где же? Не, в Моздоке, в Осетии, в детдоме. В детском доме? Да. А почему? Ну, потому что у нас здесь сейчас квартиры нету. В общем, мама постоянно со мной, она не может пока к ним съездить. Так. А квартиры нету, чтобы их сюда перевезти. А в Моздоке у вас была квартира? Нет, у нас не в Моздоке была квартира, у нас в Грозном. В Грозном? А вот ты бы хотела поучиться в институте где-нибудь? Ну. Нет пока? Вообще-то, да. Ну, когда школу закончила. А какое, какая область? Вообще-то пока никому не говорю. Так. Потому что меня будут это считать. Так. Ну. Вообще медицинские хотели. Медицинские? А почему? Почему тебя будут считать сумасшедший раз? Ты хочешь медицинский? Почему? Эта больница тебе навеяла? Тебе нравятся работы врачей? Я вообще всем говорила, что я не хочу медицинский. Что-то такое. А сейчас? Вот эти две девочки, они находятся у нас скорее по социальному показанию. Потому что, грубо говоря, некуда деваться. Мы не можем уже их просто на улицу выписать. Угу. Она стремится к преодолению, да, вот этих всех вещей и хочет найти свое место в жизни. К сожалению, вот мы пытаемся доскать институт какой-то, но это пока нереально. По поводу социальной ситуации, я могу сказать, что вот у Матвеевой в свое время, известный наш человек, такой, какой всегда уличный обзор, да, положил на еще 20 тысяч долларов в США. И сказать о том, что у них абсолютно безвыходная ситуация, я не могу. Дим, пошли догонять. Догонялки? Вы же догонялки играете? Мы всегда играете. Всегда играете? Ну-ка, вы хотите как это? Дим, пошли догонять. Догоните. Девочка Лола, ситуация осложняется еще тем, что она сейчас иностранка, она, если не ошибаюсь, из Таджикистана. Курирует пребывание ее здесь и что-то даже финансирует американцы. Вот. И ей уже 9 лет, она большая девочка. А судьба ее дальнейшая, как она может сложиться? Ну, она может сложиться по-разному. Если найдется семья, которая захочет взять ее к себе, тогда судьба сложится счастливой. Если же нет, то это дом инвалидов. А почему ты в детский дом не возвращаешься? Потому что мне сказали, не надо больше. Не надо больше? Там плохо. Там плохо? Так и сказали. Ну, не врач сказал. Врач не говорил, а тетя говорила с дядей. Какие? Ну, с Сашей, с Лизой говорили. Что тебе не надо больше в детский дом? И ты бы туда все равно не пошла? У-у-у. Кого ты из врачей больше всех любишь? Своего. А кто у тебя? Кто твой врач? Александр Сергеевич Козлов. Александр Сергеевич Козлов, да? Хороший врач? История забытых больных детей, живущих в российских больницах, очень грустная. Эту проблему нельзя решить разом, одним указом. Судьба каждого такого ребенка требует отдельного рассмотрения. Чем-то помогают органы социальной защиты. Кого-то из детей усыновляют российские семьи. Кого-то увозят за океан и в Европу. И это лучшее, что можно было бы придумать для этих детишек. Ведь семья – это семья. А большинство таких детей сильно отстают от своих сверстников. Они живут в замкнутом пространстве. Врачи, больные – это их мир. И больше ничего. Их желание стать врачами вполне логично. А кто знает, может быть, из них и вырастут настоящие профессионалы. Чуткие и гуманные, способные сострадать и помогать. Как когда-то в детстве их подняли на ноги простые российские врачи. Это просто маленькие трагедии. Маленькие трагедии маленьких больных детей, живущих в жестоком обществе. Где, не дай бог, родиться больным. Наша страна для сильных и здоровых. Спасибо, что мы еще не сбрасываем таких детей со скалы в пропасть, как мы выбрасываем на обочину жизни инвалидов. Им нет места в мире евроремонта, иномарок, дисконтных карт и политического эстеблишмента. А где-то рядом, в той же стране, ютятся в подвалах тысячи беспризорников. Отбывают детство в детских домах и больницах сотни тысяч сирот и отказников. А нам на них наплевать. И сердце, как сухарик. А сухарики – это зона. Отбой. Программа «Совершенно секретно» специально для уважаемых россиян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...